Человек едет на самокате и я просто офигеваю на самом деле. Вы посмотрите, как это круто. Я честно сказать, я не прикалываюсь. Это мега круто. Вы посмотрите, просто безумно. 100 километров в час человек делает. 100! Зрелище пока не совсем привычное. Самокат мчится по проезжей части со скоростью 100 километров в час. Мотоциклисту остается лишь удивляться. При этом у мужчины возникает очевидный вопрос. Ну а по-хорошему, наверное, права-то нужны, по идее, да? Не, не нужны. Ну вот как сейчас... Не отрегулировали законодательство. Да? Да. Детский электросамокат, который развивает максимальную скорость 16 километров в час, и этот, скорость которого 100 километров в час, разнозначен с точки зрения ПДД. Человек на обоих этих самокатах приравнивается к пешеходу. Проблема в том, что когда составители правил дорожного движения писали определение, они не знали, что появится техника, развивающая скорость до 100 километров в час. Ведь изначально речь шла об обычных самокатах, где нужно было отталкиваться ногой. Согласно общем положении правил дорожного движения, пунктом 1.2 к пешеходам приравниваются лица, ведущие велосипед, мопед, использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства. Граждане, управляющие этими средствами, в настоящее время должны подчиняться главе 4 правил дорожного движения, то есть это обязанности пешеходов. Однако их передвижение по тротуарам, по правилам, установленным для пешеходов, создает опасную ситуацию для граждан, учитывая мощность и скорость современных индивидуальных средств передвижения. С начала этого года ГИБДД республики зафиксировало 6 ДТП с участием электросамокатов. Это лишь те, которые попали в их поле зрения. Количество данного городского транспорта растет в геометрической прогрессии, а управляют ими зачастую те, кто даже не знает ПДД, говорят в ГАИ. Самокаты можно встретить практически в каждом углу города. Вот один из них стоит в центре. Чтобы им воспользоваться, нужно установить приложение. Старт поездки 30 рублей, 1 минута 4 рубля. Есть и страховка 35 рублей, но, я так понимаю, от нее можно отказаться. Уфимец Алексей Липаев месяц назад приобрел электросамокат. У него самая распространенная среди населения модель. Она развивает скорость до 30 км в час. Купил я его, чтобы, во-первых, это очень мобильное средство передвижения по городу. Я, например, на работу не ездил на машине, потому что самокате это и дешевле, и намного быстрее получается, особенно в час пик. Честно скажу, практически катаюсь только по автомобильной дороге. Потому что по пешеходной, ну, очень мало где можно на нем проехать. Даже вот здесь вот на брусчатке ехать просто невозможно на самокате. И я думаю, в связи с этим это является достаточно опасным средством передвижения. По сути, Алексей нарушает ПДД. Ведь даже на электросамокате его статус приравнен к пешеходу. Соответственно, ехать по проезжей части на этой технике запрещено. Не меньшую опасность представляют и люди, которые передвигаются на электросамокатах по пешеходным дорожкам, говорят врачи. В травмпункты Уфы с начала сезона часто поступают те, кто неудачно покатался на этой двухколесной технике. Причем страдают в данном случае не только сами участники езды на самокатах, но и случайные пешеходы. Полученные при таких травмах, они различные локализации и различные степени тяжести. Начиная от банальных ушибов растяжений, кончая серьезными переломами верхних и нижних конечностей, черепно-мозговыми травмами. Урегулировать правила пользования и статус электросамокатов решили депутаты госсобрания. Они уже выступили с этой инициативой. Парламентская комиссия сейчас активно прорабатывает все тонкости этого вопроса. Электросамокаты – городская данность. Бороться с ней депутаты не собираются. Они просто хотят упорядочить все процессы, связанные с этим транспортом. Участниками этого движения на самокаты становится все больше и больше количества людей. Они фактически становятся источниками повышенной опасности. И, естественно, возникает необходимость для того, чтобы обезопасить и дорожное движение, и участников дорожного движения, и граждан. Поскольку самокатчики используют прежде всего пешеходные как раз вот эти пространства. Мы вышли с предложением о необходимости регламентировать статус этого транспортного средства. Ну а пока депутаты думают, любители электросамокатов колесят по городу. Сезон в самом разгаре. А вот каким он будет, зависит от самих людей. Ведь, несмотря на то, что эта техника еще не получила новый статус в правилах дорожного движения, правила личной безопасности никто не отменял. Булат Петров, Дмитрий Оксаев и Рамиль Хайрулин. РБК УПА.